Урожай собран, заготовки на зиму сделаны. Самое время отдохнуть и побороться за звание лучшей хозяйки года. В конкурсе «День варенья» приняло участие более 30 человек. На суд народного жюри были выставлены образцы любимой россиянами сладости. В этом году у нас такие оригинальные конкурсанты. Варенье из красного перца, из зеленых помидоров, варенье из какой-то редкой крымской ягоды, варенье из огурцов. Я думаю, что оно победит в конкурсе на самое оригинальное. Хорошая традиция, хороший объединяющий праздник. Мы рады, что эта традиция продолжается, что уже в этом году, когда праздник проходит в третий раз, столько людей, столько гостей, такая чудесная погода. Мы надеемся, что этот праздник в нашем парке в Захарово закрепится и будет расширяться, и с каждым годом будет все более ярким и красивым. Не просто пришлось народному жюри. По регламенту конкурса нужно было попробовать каждый образец, а это более 30 сортов варенья из ягод, овощей и даже еловых иголок. Три номинации, и в каждой только один победитель. Почти все попробовал. Больше всего вот это, с привкусом шоколада, я так понимаю, слива. Вот, очень насыщенный такой, очень вкусный. А мне понравился крыжовник. Вот здесь варенье, очень вкусное. А из какой ягоды варили варенье, а вы что представили на конкурс вы в этот раз? Я представил варенье из иголочек елки и из цветочков-дуванчиков. Сам собирал, сам варил. Очень любим варенье и постоянно его кушаем, особенно в зимнее время. Но я больше всего люблю клубничное, вот, и поэтому чаще всего его ем. Я сегодня принесла клубничное варенье, но если его так видно, то это ягодка к ягодке. То есть ягоды не развариваются, и варится это не по несколько раз, это варится одним разом. Секрет бабушкиного варенья, что никогда варенье не надо мешать, чтобы ягоды не разваливались. И у нас очень много рецептов варенья, которые еще идут от 30-х и 20-х годов. Праздник проходит уже третий год подряд. Огромное количество людей приезжают в усадьбу Захарова, чтобы полакомиться вкусным вареньем, насладиться выступлением артистов и прогуляться по тихим тропинкам под шум листвы. Вы знаете, вот самое мое любимое варенье, варенье из крыжовника. Но я люблю и из клубники варенье, и из черники, и из голубники. Вот я как Карлсон, который любил очень варенье, за варенье могу. Участники с удовольствием делились с гостями праздника секретами приготовления своего любимого варенья. С годами это лакомство не теряет своей популярности и также любимо и детьми, и взрослыми. Варенье должно быть из фруктов, ну, может быть, чего-то еще. То, что из тыквы можно сварить варенье, да еще стольких сортов, не всем приходит в голову. Некоторым приходят, и это наши динамышлики. А так огурец, перец и зеленые помидоры тоже котируются. Конечно, много можно говорить о соотношении ингредиентов, но что такое ингредиенты без живой руки, и без фантазии, и без выдумки. Вот, например, главный секрет тыквенного варенья – нужно чуть-чуть добавить лимонов, два лимончика с кожурой, и две столовые ложки яблочного уксуса. И тогда никто их не отличит от тыквы, от ананасов. По мнению народного жюри, самым вкусным вареньем была признана слива с шоколадом, а самая оригинальная оказалась приготовлена из огурца. В номинации «Самое красивое варенье» лидером оказалась баночка шиповника с апельсинами. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».